Она и ее муж совсем уже потеряли надежду стать отцом и матерью, как вдруг Анастасия с радостью почувствовала, что у них будет детям. Нина разузнала у Анастасии о хитоне Господне, но та в неведении лишь разводила руками и не мудрена. Ведь Анастасия до прихода Нина и слыхом не слыхала о Христе. Вот, пожалуйста, на этой картине вы увидите сейчас, как она молилась и коснулась крестом этого близкого к смерти мальчика, который очень сильно болел и был исцелен. И вот матери все приносили потом больных детей к Нине, и она их исцеляла. Вот такое чудо произошло. Но она не брала никакой платы, только просила, чтобы эти люди слушали то, о чем она рассказывала. А рассказывала она о ком? О Христе. О Христе. Совершенно правильно. И они воспринимали. Они никто не слышал еще о Христе здесь. Поклонялись только идолам. В Мехете жил крещеный еврей Авиафор. Он открыл девушке тайну хитона. Его дальний предок Илеус когда-то переселился из Палестины в Иверию. Обзавелся здесь семьей, хозяйством, но связи с родиной не терял. Ему дали знать, что в Иерусалиме объявился мессия, о котором народу иудейскому возвещали пророки. Илеус торопливо собрался в дорогу, но когда он прибыл в Иерусалим, Христа уже вели на казнь. За большие деньги Илеус выкупил у римского воина хитон Господень, который достался к тому по гребью и привез его в Мехету. Сестра Илеоза Сидания покрыла божественную ткань поцелуями, оросела слезами. Сердце не выдержало наплыва восторженных чувств счастья, что она держит в своих руках одежду спасителя. Оказалось так велико, что она умерла от радости, прижав хитон в груди. Пальцы Сидонин словно сросли с хитоном. Хитон невозможно было взять, не повредив его. Так с хитоном Сидонию и погребли. Через год с небольшим, но по мономогиле ее вырос высокий кедр. Он видим из нашего окна. Так, подержи вас, Сидонин. Ты посмотри на них сначала, кто сидит, кто спит. Может, что-то спать, сидеть надо. Вон, смотри. А я их только что спрашивала. Я столько стою, ни разу не спрашивала. Ну, хорошо. Так, пожалуйста, что известно тебе о Нине? То, что она отправилась в Грузию. Да. Она искала хитона к господу. Она всем расспрашивала хитона, но никто не знал о нем. Потом она поселилась у садовника, его жены. И они воспитывали ее как свою дочь, потому что у них детей не было. Хорошо. Илья, ты даже их не знаешь, да? Ну, она хотела узнать о хитоне, но люди, у которых она жила, ничего о нем не знали. Потом она спросила у этого человека, и он рассказал ей, что его дальний предок, живший в Полеснине, переселился в Грузию. И когда узнал, что в Иерусалиме появился Мессия, он поспешил туда приехать. Но он приехал только к тому времени, когда Иисуса уже повели на казнь. И он за большие деньги выкупил у воина хитон Господа и привез к себе домой. Его сестра, когда узнала, что это одежда спасителя, она очень обрадовалась и от радости умерла, прижав хитон к руке. И этот хитон нельзя было, ну, у нее его как бы взять. И поэтому ее погребли вместе с ним. А на ее могиле вырос кедр. Так, хорошо. Он виден из нашего окна, сказал Айафар. Вон, смотри, в родных местах Нины не были редкостью высокие, насчитывающие не по одной сотне лет кедры. Но такого красивого кедра она еще не видела. Ствол кедра вздымался гладкой, точной, точной из бронзы, отлитой колонной. Раскидистым шатром колыхалась его крона. В знойный день тень от него давала прохладу десяткам людей. А в дождливый день под ним укрывались спутники. И никак ли влаги не проникало сквозь густую листву. Краткое содержание. О чем? Вот, пожалуйста, этот кедр, который нарисован. Это жития святых? Это жития святых. Нина, друзья. Да вот нужно детей проучить, чтобы они даже жития святых рассматривали во свете Библии. Сегодня уже столько говорят, столько там намешано, что прямо не только не евангельское, а противоевангельское. Я недавно эту тему начал и поставил 83 ролика. По всем житиям во свете Библии. Дети вы можете... Что можно взять для примера, что нам не подходит, что другая эпоха. Ребенок должен начать размышлять и видеть, а не так, что он подражает. Папа авторитет или мама авторитет. Мама пошла из церкви и вымела пятерых девчат сразу. Всех. Проклятие матери разрушает дом до основания. И вот и показать. Почему? Какое проклятие? А то, что мать детей натравливала против отца. И проклят злостоящий отца и мать. Она должна была авторитет отца устанавливать. Он кормит, он коет, он является отцом их. И получилось так, что все потеряны. Это не где-то, а рядом с нами люди. Все верующие ходили, все кресты поснимали, посты, долой. Мать разрушила сама. Это даже сказать нельзя, что на суде Божьей будет. Когда за свою душу не ответишь, а за ближую какову. Ваня, ты меня слышишь? У тебя веры немного. Ты все время проси Бога. Чтобы Бог дал веру и совесть была пробуждена. Чтобы ты не обижал младших. На службе стоял строго. А ты стоишь, позеваешь непрерывно, как будто пришел каторг, отбываешь. Ревностно будешь здесь. Потому что это скоро все кончится. Мы поищем, где можно колени преклонить, а уже ничего не будет. Вы видите, что делается рядом с нами вокруг? Что на Украине делается? Жгут друг друга, убивают. Это рядом с нами где-то. И завтра мы поищем, где голову преклонить. Это все беженцы будут. Но нам бежать-то некуда. У них есть куда бежать. Большая Сибирь. А нам некуда бежать? В Китае своих хватает. И вот к этому привычки. Как святые переносили это все. Ради Бога. Вот запомните такой Сарафим Саровский. И он говорил, что если ты стоишь в комнате, и вся комната, одни черви. До самого потолка одни черви. И все черви грызут тебя. Глаза прогрызают. Во всех направлениях. Это немножко только. Ну, допустим, сто лет будут грызть тебя. Без выходных. И это стоило протерпеть ради Царствия Божия. Потому что это такое маленькое, несравненное, в сравнении с той славой, которая откроется в тебе. Он это понимал. И святые стремились. Несмотря ни на какие условия. Что делать? Вот с этой позиции. И преподавайте. Немного прочитать. Может даже житие разбить на несколько уроков. Но чтобы дети это взяли. Могу ли я подражать ей? А почему я не такой? То есть войти в этот образ. Потому что он живой. И помолиться ей. Бог совершает великое и дивное сегодня в мире. Мир подходит к развязке. Все, он заканчивается. Нормая история где-то на конце стоит. Ей назначение было 7500 лет. Прошло. Допустим, я говорю. И вот сегодня начинает. Какой язык хороший. Языки все были при грехе данной людям. При Вайлоновской башне. Когда люди восстали на Бога. И это вот все ребенок должен знать. Они могут пересказать наизусть. А как это применить, когда она поет в школу. Поет музыкально. И там будут смеяться. Такая хорошая девочка. Ты веришь на какого-то Бога. А ты скажи. Без веры Бога смысла нет жить. Человек хуже червя туалетного. Ему ничего не надо. Будь ты здоровый, сильный, красивый, смелый. Ты все равно умрешь. Все равно. И сколько до нас жило людей. Это кладбище все забитое. А с чем мы туда придем? Все время говори о страхе Божьем. Не смотри, что у тебя старшие сестры не верят. Не гляди на это. А ты переломи эту обстановку. И может быть ты вымолишь старших, которые пошли не тем путем. У Бога. Родственники какие не верят. За все, чтобы дети научились молиться. Вот это у вас будет урок. Урок, который оставит зарубку в душе. Осенней ночью Нина молилась под кедром. Вот обратите внимание. Мы с самого начала знаем, что как юная девушка молилась постоянно Господу. И днем, и ночью она взывала ко Христу. Вот так она любила Христа. И днем, и ночью молилась она. И почему вот такая сила молитвы. Господь слышал ее. И по молитвам ее такие производили чудеса. Понятно? Вот это применяем к себе. А как мы Господа любим. И как мы часто молимся. И вот эту дремусть себя сбрасывайте детям. Особенно, когда слушаете Слово Божие. Это житие юной Нины мы читаем. В темном небе захлопали, забили десятки крыльев и ветви чудесного дерева. Пригнулись от тяжести неисчислимой стаи черных птиц. Посидев на ветвях, птицы дружно снялись, закружились над рекой. И, омывшись реке, вновь расселись на кедре, уже белые, как снег. Нина поняла, что так же убеляется водой святого крещения. Все народы и племена Иверии. Но как это сделать? Как сумеет она, обычная девушка, не имеющая ни власти, ни богатства, совершить это чудо? Меж тем вести они не достигли царского дворца. Супруга Миянна, царица Нана, воспылала к чужестранке завистью, неприязнью. Кто она такая, эта пришлая девчонка, что во дворце только разговоров о ее уме, о чудесах, исцелении, совершаемых ею? Разве я уже не царица? Сердилась Нанна. Что это на меня можно не обращать внимания? Не препятствую открытым проповеди Нины. И царица распускала о девушке порочащие слухи, приписывала ей занятия колдовством и чародейством. Видите, уже началась из зависти. Только человек позавидовал другому человеку, и грех этот уже распространяется. Причем она решила опорочить Нину любимой путями, называя ее колдовством и чародейством. Все дела, совершаемые Богом через нее. А это страшный грех, дети. Это страшный грех. Она даже могла покулить Духа Святого. Но она еще не знала. Она была и дала поклонница. Царь Мариан созвал на охоту своих приближенных друзей, а после охоты по обычаю устраивался пышный пир. Царица Нана предвкушала, как она будет блистать там и как поразить всех новым платьем. Но и в самый день празднества Нана заболела. Руки и ноги не повиновались ей. От нестерпимой жгучей боли она даже кричать не могла, а только стонала. Ей чудило, что она погружается в огненное озеро, и языки пламени режут ее неподвижное тело. Как вы думаете, чем это объяснить? Оказала я за то, что она благохойствовала и говорила на нее всякие плохие слова. Да, совершенно правильно. Но и Господь ее поразил вот такой болезнью. Но настало время святой угодницы переселиться в селение небесное, получив от Бога откровение. Что-то мы пропустили. Ага, я чувствую, что пропустила. Придворные врачи сбили с ног в попытках облегчить страдания Наны. Обложили ее кусками льда, объевали опахалами, а царица уже задыхалась. Я знаю, кто может мне помочь. Превозмогая боль, чуть слышно вымолвила она. Позовите эту девушку Нину. В этот день в доме Анастасии толпился народ. Многие хотели послушать, что рассказывала Нина, не так давно появившаяся в их краях. О страданиях Христе, о Христе и о его земном пути, о крестных страданиях, о воскресении и вознесении на небо. «Как же я оставлю людей», сказала Нина посланникам царицы. «Видите, эти земледельцы пришли из отдаленных селений, отложив все свои домашние дела, бросив свое хозяйство, вельможа и простой земледелец, все дети Божии. Не согласится ли царица, чтобы ее принесли сюда?» Царица уже не могла говорить и только повела ресницами в знак согласия, когда ей передали слова Нины. Царицу Нану на ложе внесли в комнату святой угодницы. Нина, помолившись, возложила чудотворный крест на чело, царицы на ноги, на правое, а затем на левое плечо. Жар, изнурявший царицу, мгновенно угас. На ее воспаленный лоб повела прохладой и свежестью. С той минуты царица непоколебимо уверовала во Христа, и вслед за нею вступил на спасительный путь ее венценосный муж ее. Так, сказали, заходи сюда. Так, продолжим. Поблагодарим Господу. Слава Господу за все. Как висклись, вы сказали. Мученица Нина, но не была. Хочешь? Хочешь? Поблагодарим. Поблагодарим. Хочешь? Господи помилуй. По православному епископу всероссийске, в церкви Господине Наша Высокопреосвященнейшем, Митрополителю Иоаннучу, с тем Пресвитер и Северной, Дьяконстве, о всем приличные люди, Господу помолимся. Господи помилуй. По православным епископу всероссийске, в церкви Господи помилуй. По православным епископу всероссийске, в церкви Господи помилуй. Господи помилуй, по изобильных плодов земных и временах мирных, Господу помолимся, о путешествующих, недугающих, стражащих, плененных и о спасении, Господу помолимся, Господи помилуй, милостивным оком, презрительно святую свою церковь и собрести ее невредимую, непроизводимую от ереси и своей веры и миром своим оградите, Господу помолимся, Господи помилуй, раздирания и силы святого духа обратить всех отступивших познание истины и сопрички к испранному своему стаду Господу помолимся,